И так она родилась в городе Екатеринаславе, ныне Днепропетровске, в этом самом доме, в 1831 году. Род ее по материнской линии восходил к славным князьям Долгоруким, а по отцовской к обрусевшему немецким дворянцам. И так она родилась в городе Екатеринаславе. Андреевна Ган, ее мать, была известной писательницей. Судьба не обделила талантами дочерей. Младшая Верочка впоследствии станет писательницей Веры Петровны Желиховской. Старшая же Леля и умна, и оригинальна, но материнское сердце подсказывает, что доля ее будет горькой. И в жизни ей суждено пережить много страданий и скорби. Леля, это я. Вернее, так звали меня домашние. А официально Елена Петровна? Елена Петровна Блаватская. Боже мой, как странно видеть то место, где ты родился. Ведь прошло 160 лет. Все другое. Но дом, стены, воздух. Кажется, уже весна. Неужели и на родине моей настало время рассказать о том, что было в действительности? Самое горькое чувство, которое я испытывала, отчаяние от того, что в России, которую любила, по которой тосковала, в России имя мое было втоптано в грязь и предано поруганию. Как описать тот миг твоей жизни, когда внезапно ты слышишь голос судьбы? Как описать перемену, случившуюся с тобой, когда понимаешь, то, что открыто твоему взору, лишь иллюзия, а то, что скрыто, чего увидеть невозможно, то истина. Эта земля, о неведающий ученик, лишь печальное преддверие, ведущее в сумерки, за которыми расстилается долина света. Того света, что не угасим никакими бурями, что горит без светильника и без масла. Прежде чем ступить на путь, ты должен уничтожить свое тело желаний, очистить тело мыслей, сделать сердце непорочным. Ты не можешь идти по пути, не сделавшись сам этим путем. Лишь одна стезя ведет на путь, лишь на самом конце его может быть услышан голос безмолвия. Субтитры создавал DimaTorzok Я услышала голос. Он звал в неведомые дали, обещая открыть дивные тайны. Мне казалось, что я уже не принадлежу себе. Возможно, мое поведение выглядело нелогично. Иногда даже комично. Ну что, спросите у очевидцев? Вот мой милейший кузен Сергей Юльчевит. Он подробнейшим образом описал некоторые эпизоды моей биографии. Справьтесь у него. Елена Петровна рано вышла замуж за пожилого, порядочного человека, генерал-губернатора Ереванского уезда, господина Блаватского. Через год она сбежала от своего супруга в Тифлиск дедушке. Дедушка расстроен был чрезвычайно ее своеволием и решил отправить Елену Петровну в Россию к отцу. В сопровождении двух слуг и Дворецкого доехали до Поти. Там Блаватская снюхалась с англичанами и в трюме английского парохода отбыла в Константинополь. В Константинополе Блаватская поступает в цирк наездницей. В нее влюбляется известнейший бас того времени Митрович. Она бросает цирк и уезжает с Митровичем в Европу. Затем она делается ассистентом Спирита Юма и путешествует с ним. Долгая утомительна дорога, растилающаяся перед тобой, о ученик. Единое сожаление о прошлом, оставленном позади, потянет тебя вниз и с изновы придется тебе начинать тяжелый подъем. Убей в себе воспоминания о прежних испытаниях, не оглядывайся назад, иначе ты погиб. Устрени все свое внимание на учителя, которого ты еще не видишь, но которого уже предчувствуешь. Да, милейший кузен рассказал много увлекательного, даже захватывающего историю с цирковой лошадью. Интересно, как он себе представлял. Я с молоду не была стройной. Отчаянной, да, но не до такой же степени, чтобы одеться в трико и взгромозиться на спину лошади. Лучше бы он вспомнил, как я сражалась с войсками Гарибальди, и как была ранена в бою, и чуть не умерла, если бы не чудо. А еще бы вспомнили, как я предлагалась третьим отделению шпионкой, дабы служить любезному моему сердцу Отечеству и разум, и оккультными способностями. Да, правда, услуги мои не понадобились. Я разочарована вашими мемуарами, кузен. Кузен пересказал семейные предания. Сам он тогда был мальчиком и не мог знать всего. Вера, Вера, заступница моя, милая моя. Знакомьтесь, это моя младшая сестра, Вера Петровна Желиховская. Ее характеристикам можно вполне доверять. Я знаю, куда рвалась Леля. Это была не взбалмошность девчонки, а совсем другое. Помнится, в гости к дедушке приехал его давний знакомый. Старый князь Голицын. Величественный, загадочный старик. Масон и мистик. Леля будто прилипла к князю. Весь вечер не отходила от него. И он говорил с ней, как с равной, чуть ли не три часа. Что произошло тогда? Может быть, Леля узнала о тайном духовном братстве? О розенкрейцерах? И о древнем волшебном знании, живущем в мире. Вот тогда-то она впервые услышала зов судьбы и решила во что бы то ни стало отыскать это знание. А для этого... Для этого ей необходимо было обрести свободу. Вот почему она вышла замуж за господина Блавацкого, а спустя некоторое время покинула его. Пожалуй, вера права. Я ощутила тайну и бросилась на ее поиски. Мне думалось, есть такое место на земле, где в чистоте хранится истинное знание о Вселенной, о Боге, о человеке. В книгах европейских католических миссионеров упоминалась огромная гора в Гималайском кряже. И где-то там же страна вечного света, какой-то рай, где поселились святые, отказавшиеся от вечного блаженства, чтобы помочь всем живущим на земле. Я решила, что дойду до этого места, несмотря ни на что. Мой путь лежал в Индию и дальше, в Гималайи. Так как сначала все чувствующие твари спутали истину и восприняли ложь, то появилось сокровенное знание. Кто обладает истинным знанием? Великие учителя снежных гор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Учитель, что же делать мне, дабы достигнуть мудрости? О, мудрый, что делать мне, чтобы приблизиться к совершенству? Разыскивай пути, но будь чист сердцем, прежде чем начнешь свое странствие. Ранее, чем сделаешь первый шаг, научись отличать истинное от неистинного, приходящее от пребывающего, и стремись более всего отделить знание ума от душевной мудрости. Учение ока от учения сердца. Музыка Учителя, гуру, обучают своих учеников чела различным методом психического развития, ведущим к пробуждению сверхъестественных способностей в человеке. То, что для европейца мираж, выдумка, блеф, для ученика духовной школы – предмет ежедневной упорной практики. Но мистики Тибета, так же, как посвященные в религиозные таинства древнего Египта и христианские мистики средневековой Европы, окружают молчанием период ученичества. Они дают обет никогда никому не рассказывать, что-либо связанное с обстоятельствами их обучения. А потому, скажу лишь, что именно тибетским учителям я обязана владением психическими феноменами. Спустя 15 лет я посетила Россию. Серж уже повзрослел. В это время и состоялось наше знакомство. Да, тогда я уже был достаточно развит и мог составить совершенно ясное представление об этой выдающейся и до известной степени демонической личности. Лицо ее было чрезвычайно выразительное. Видно было, что прежде она была очень красива, но со временем крайне располнела и ходила в капотах, мало занимаясь своей особой. И потому никакой привлекательности не имела. Я был поражен ее громаднейшим талантом все схватывать на лету. Она сама выучилась играть на фортепиано и давала концерты в Париже и Лондоне. Никогда серьезно не изучая языков, она говорила по-французски, по-английски и на других языках, как на своем родном. Она писала письма стихами, которые лились, как музыка и не содержали в себе ничего серьезного. Она могла, смотря в глаза, говорить небывалые вещи и неправду. И по-виднему сама была уверена в том, что говорила. Она обладала такими огромнейшими голубыми глазами, таких я ни у кого никогда не видел. В ней было что-то демоническое, что-то чертовское, хотя в сущности она была очень незлобивым, добрым человеком. Спасибо на добром слове, дорогой кузен. Но чем я больше слушаю рассказы о самой себе, тем меньше узнаю в них себя. Нет, не то, чтобы кузен говорил неправду, но все-таки несущественно. У нас слишком мало времени, чтобы обсуждать мои глаза да мои капоты. Лучше поговорим о другом, о тайне, скрывающейся за невидимым обликом этого мира. Вначале сотворил Бог небо и землю, гласит Библия. Земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И создал Бог светило на тверде небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней. И годов. В древней китайской книге говорится, «Великая дао не имеет телесной формы, но оно производит и питает небо и землю. Великая дао не имеет страстей, но оно заставляет вращаться с солнцем и луном. Великая дао не имеет имени, но оно вызывает рост и сохраняет все сущее». Не было сущего и не было несущего тогда, говорят священные книги древней Индии. Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним. Что двигалось туда и сюда. Где? Под чьей защитой? Что за вода глубокая бездна? Не было ни смерти, ни бессмертия тогда, не было признака дня или ночи. Дышало, не колебля воздуха, нечто одно, и не было ничего, кроме него. В Ветхом Завете сказано, «На земле был один язык и одно наречие. И сказали люди, построим себе город и башню высотою до небес. Сделаем себе имя прежде, чем рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот один народ и один у всех язык. И вот, что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, смешаем их язык так, чтобы один не понимал другого». Мне казалось, что все религии мира должны иметь один источник, один общий ключ к пониманию. Ученые и богословы отрицали его, говоря о невежестве и общих страхах дикарей, вылившихся впоследствии и выдало поклонство. Но неужели самые дорогие надежды и высочайшие стремления всего лишь результат представления невежественного дикаря? И возможно ли, чтобы великие руководители человечества, мученики и герои боролись и погибали только из-за плохого понимания астрономических факторов? Постепенно начала проступать истина о тайной доктрине, лежащей в основе всех мировых духовных учений. Но до полного понимания было еще очень далеко. Изучение священных текстов Восток подсказало ответ. Изолирован из Гималаев, зашифрованность тайного учения, нежелание европейцев понять и принять чуждый им мир помогли тайне сохраниться. И никогда она не будет обнародована полностью. Часть ее всегда останется сокрытой от взоров профанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но ясно главное. Древнее знание утоляло духовный голод человечества во все века. Сходные черты указывают на единый источник. Это великое братство духовных учителей человечества, которые направляют его эволюцию. Они сохраняли эти истины неприкосновенными и время от времени, когда этого требовало благо людей, вновь возглашали их перед миром. Учителя эти действовали как воспитатели и руководители юного человечества нашей планеты. Древние предания, разваленные храмов и обсерватории говорят нам об этом. Свидетельства эти не имеются ныли же в глазах невежественного человека. Священные книги Востока лучший показатель величия тех, кто составлял их. Субтитры создавал DimaTorzok Эти книги содержат в себе знания о Боге, о человеке и о Вселенной, которые все тождественны по сути, хотя и разнятся по внешней форме, неизбежным выводом отсюда становится происхождение их из единого источника. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Господи Пусть хоть после смерти рассудят нас А то ведь так тяжко Носить на себе такое клеймо Позвольте представиться Всеволод Сергеевич Соловьёв Философ Владимир Соловьёв Мой младший брат Он никогда не был знаком С мадам Блавацкой Никаких дел не имел И сердился когда его упрекали За нападки на госпожу Блавацкую Что же до моего знакомства С этой особою В 1884 году В Париже Мне попалось на глаза Объявление в газете Для тех кто интересуется Вопрос метеософии Мадам Блавацкая вернулась в Европу Адрес такой-то К тому времени Я уже был наслышан О всяких чудесах Так что я решил Познакомиться со своей оригинальной Соотечественницей И так я отправился По указанному адресу Дверь мне открыл Индус В комнате я увидел Довольно полную женщину Она что-то писала И одновременно курила Держа в руке папиросу Она подняла голову И на меня взглянули Прекрасные глаза Цвета бледной бирюзы Речь была Совершенно русская Сочная Со своеобразными оборотами Как говорят в чудесной Я спросил Долго ли вы пробудете в Париже Она ответила Да как учитель скажет И в это время Зазвенели серебряные колокольчики С первой же встречи С первой же встречи Я попал под влияние Этой женщины И был очарован ею Все мои дальнейшие отношения С ней я объясняю гипнозом И необычайным психическим воздействием Которое она оказала на меня Ныне же я чуждаю С теософской ереси И предостерегаю всякого Кто захочет поближе Узнать что-либо Относительно этого учения Или его основоположницы Берегитесь Здесь все ложь Мошенничество И обман Господин Соловьев знал мою сестру Несколько недель В Париже Да столько же в Юрберге И несколько дней в Эберфельте В Европе в то время Еще не было теософского общества Не было и переводов теософской литературы На русский язык Стало быть господин Соловьев Не мог с ними ознакомиться По причине полного незнания Английского языка Он сам не раз об этом заявлял На каком же основании Сей господин Берется судить о женщине Которую так мало знает И о деле ее Которого не знает вовсе Я несколько преувеличил Незнание английского языка Для того, чтобы удобнее было Все подслушивать И подсматривать в этом доме Мне пришлось Прикинуться другом Мадам Блавацкой Чтобы набрать Как можно больше сведений Для ее последующих обвинений А подозрения в мошенничестве У меня уже были Например История с учителем Мадам Блавацкой Неким индийским Махатмой Моря Как-то раз Придя к себе домой После одного из визитов К Елене Петровне Я прилег на кровать отдохнуть Внезапно я увидел Что в моей комнате В кресле напротив постели Сидит человек По-видимому индус С очень красивыми Немного печальными глазами И внимательно рассматривает меня Впечатление полной реальности Этого человека А не дух или призрака Странный визит Продолжался довольно долго А в конце Махатма сказал Завтра Блавацкая Представит вам Доказательства Моей реальности И исчез А письмо Письмо Я был там Но кто откроет глаза Не желающим увидеть Это не доказательства А гипноз Она внушила мне Свои зловредные идеи Хотя я конечно же По молодости увлекался Может быть ошибался Но тем не менее Я берусь доказать Что все ее феномены Ничто иное Как жульничество Как же это вы беретесь доказать? Да например Эксперимент с психическим чтением письма Который проводила сестра Описан вами в Ребусе Где вы же сами Торжественно заявили Обстоятельства При которых произошел феномен И все мельчайшие подробности Проверенные мною Не оставляют ни малейшего Сомнений В его чистоте И реальности Об обмане И фокусе Не может быть и речи По правде говоря Меня чрезвычайно трогают Горестные возгласы Господина Соловьева О том Как он мечтал бы забыть Все что знает О Елене Петровне Балавадской Да кто ж ему мешал? Зачем было Публиковать книжку Где он называет сестру Величайшей Мошенницей И обмачицей Нашего века Величайшей Шарлатанкой Да еще После смерти сестры Знаю что она Никак себя защитить Не сможет И как Может быть Судье человек Которого видели Загипнотизировали А может быть Он и сейчас Загипнотизирован Только кем-то другим Если Если уж он так Подвержен Посторонним влияниям То как распознать Где он пишет Действительную правду А где морочит читателей Невменяемыми Утверждениями гипнотика Я не знаю Ну 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 Вера Петровна Голубушка Что ж так волноваться Сестрица ваша Не такая уж простая душа Она и сама себя Защитить сможет Ежели захочет А кстати Загадку серебряного колокольчика Я разгадал Как-то раз Уходя от Елены Петровны Я Одевался в прихожей Мадам стояла неподалеку Неловко повернувшись Она вдруг выронила из рук Маленькую серебряную вещицу Восточного происхождения Я поднял Ее И с улыбкой подал ей Все присутствующие При этом гости Заметили Явное Замешательство Елены Петровны Да что ему дался Этот колокольчик Сколько раз Он просил меня Научить его Всяким чудесам Да как же этому научишь Вот говорит Как вы музыку Из воздуха вызываете Да как вызываю Махной рукой она и звучит Как вот этому Можно в раз научить Если бы он прошел Через все то что я Прошла в Индии Так может научился бы Остановись ученик Еще одно слово Можешь ли ты вырвать из сердца Божественное сострадание Оно закон законов Вечная гармония Сама мировая душа Беспредельная вселенская сущность Свет пребывающей правды Лад всех вещей Закон вечной любви Чем более ты сольешься с ним Тем более твоя душа Войдет в единение со всем сущим Тем полнее превратишься ты В совершенное сострадание Текущая правды Восстанция Восстанция Беспредельная Текущая Беспредельная Текущая Беспредельная Принявший теософию стремится к познанию божественного тайноведения и постоянному исканию Царства Божия внутри себя. Душу теософии Вера в неизменный закон абсолютной любви, справедливости и милосердия. Признание законов кармы и перевоплощения. Вера в вечную бессмертную природу человека, в то, что она является излучением божественной мировой души и представляет собой единое с нею, и что она совершенствуется под воздействием божественного закона. Он отождал Елену Петровну просьбами поделиться с ним своими знаниями. Ему страсть как хотелось вернуться в Россию прообразом его князя-мага в романе «Волхвы». А ведь Елена Петровна не уставала повторять, что придающее значение в теософском учении одним только астральным полетом, да письмам Махатам, уподобляется червью, содержащему кончик сапога великолепно одетого человека. Ну, конечно же, Вера Петровна, феномен — это все пустяки. А вот само учение теософии... Вот это другое дело, вот это и есть самое главное, не так ли? Да уж, действительно. Опорочить христианскую церковь, посеять в умах смуту и разброд, вытащить на свет самое грубое идолопоклонство, а потом выдать это за откровение, за новую религию. И ваша многоуважаемая сестрица этой гнусной нелепой мешанины забивала головы христиан, а вы, серьезная и разумная женщина, пытаетесь выгородить ее. Господин Соловьев запугивает православных людей. Но я, между прочим, православие не изменяла. И не было в моей жизни такого времени, когда я боялась босинить себя крестом или войти в церковь, как это бывало с некоторыми моими знакомыми. А теперь мы добрались до вашего больного места, и можно говорить без всяких окивоков. Позвольте напомнить вам, господин Соловьев, одну нашу достопамятную прогулку по Парижу. Дело было во вторник, 5 июня. Долго гуляли с господином Соловьевым. Он рассказал мне всю биографию, что за увлекающийся фантазер. Уверяет, что помнит прекрасно, как в детстве летал выше деревьев. Помилуй, Господи. Заходила в нашу церковь, очень красивая. Странно, что Соловьев ни за что не захотел туда войти. Почему? Не объяснил. Я писала о теософии не как о новой религии, а как о весьма глубокой философии, из которой проистекали все древние верования. Что же касается взглядов моей сестры на православие, то они хорошо известны господину Соловьеву. А если он забыл о них, то я могу ему напомнить. Ты довольна, сказала Вера. Ты и так приняла за меня множество оскорблений от этого человека и издевательств. Верно, что тебе пришлось ступиться за мое имя, когда я уже не могла. Да и в жизни пережить много неприятностей из-за его сплетен. 15 лет я неустанно работала на пользу людям. Делала добро кому чем могла. Старалась поступками замолить свои грехи. И что же? Устаю я здесь забрызганное да какое, покрытое толстым слоем грязи. И через кого? Соловьев? Он, он с его тяжким грехом на душе, он первый бросил в меня камень. Он убил меня. Он предал меня, как Иуда. Вот вера святая истинная правда. Если я перестала быть православной или какой-либо христианкой вообще, то я верю в загробную жизнь, в наказание, в возмездие. Глядись получше. Идеал Христа распятого для меня с каждым днем яснее и чище. И против православной христианской церкви пусть повесят меня. не пойду. Так мне Россия, дорога, так наболело у меня сердце за Родину, за все свое, что душу бы я отдала в кабалу на десять тысяч лет за нее. Но лицемерить не хочу. Вот тебе вся истина. Все, что на душе наболело и накипело. Помню, Вера, как говорила тебе, что грешна, не хотела бы умирать, оставляя грязью забрызганное имя. Да видно, грехи мои велики были. Истина наших дней являются ложью и заблуждением дней вчерашних. И мой труд будет оправдан частично или целиком лишь в два дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова